Теперь не рефлеймовский продукт палитра Пупа. Такая палитра она универсальная, подойдет на все случаи жизни, поэтому естественно я ее использую. А качество теней очень даже неплохое. Приятно то, что можно одним движением нанести и не приходится особо его растушевывать. Хорошо ложатся одним словом эти тени, но правда не супер пигментированные, не супер пупер, но неплохо пигментированные тем не менее. Об этой палитре я рассказываю, поэтому более подробно не буду останавливаться. Теперь вот такие тени Близнецы и Братья, о которых я говорила в своем рассказе о заказе из каталога четвертого или третьего, не помню. В общем, короче, жидкий крем-тени от Арифлейн. Сияющий бархат, ой, извините, я забыл название. Сияющий бархат и матовый. Я их использую. В общем, тени очень неплохи для быстрого макияжа. И вот эти розовые тени на мне смотрятся несколько неудачно. В общем, их приходится все время как-то обыгрывать, чтобы, дабы они не подчеркивали возраст. Ну, в общем, короче, вот с таким цветом, с розовым, как-то становятся очень выразительными мелкие морщины. То есть они выдают полностью рельеф, несовершенный рельеф вашей кожи в возрасте. Возрастные признаки кожи, скажем так. Ну, этот такой золотисто-розовый тон мне тоже очень нравится, подходит. Я им пользуюсь. И его тоже нужно обыгрывать, хотя в нём такого эффекта нету, подчеркивание возраста. Ну, столь явного, как в этом. Наносишь как базу, потом наносишь другие продукты, делаешь какие-то другие черточки, и хоп, его становится не видно. Вот с этим трудности. А так вот, если его нанести в отдельности, то было бы неплохо. Ну, хочется оттенить его более тёмным оттенком, а у меня такого нету, а этот оттенок перекрылась. Тушь. Это мой ветеран, ветеран моей косметички Warm Bill. Замечательная тушь. У меня оттенок сливовый, то есть не чёрный. Она замечательно наращивает ресницы, то есть даёт и длину, и объём, и изгиб на моих ресницах появляется. В общем, отличная тушь. И что самое приятное, она не заканчивается, неубиваемая, то есть не подсыхает. Это относительно новая тушь в моей косметичке. Я о ней уже рассказывала. Она не даёт большого объёма, не даёт умопомрачительной длины, то есть не даёт длины, ну и не обещает, правда. Хотя название говорит о том, что должна быть длина, да? Но это название, на самом деле, свидетельствует о наличии в нём комплекса простимулина. В общем, комплекса, который способствует росту ресниц. Поэтому я ими пользуюсь. Так, здесь всё стёрлось. В общем, это лифтинг-корректор для глаз. Секрет молодости от Giordani Gold Ariflame. С мягким аппликатором. Очень удобным для нанесения. Единственное, что меня не очень устраивает, тон. Ну, я взяла самый светлый, два тона. Два тона, оба бежевых, один посветлее. Я взяла тот, естественно, который светлее. Ну, вот недостаточно посветляет. Область под глазами. Ну, тем не менее, пользуюсь, в общем, моих других, всех моих остальных консилеров. Этот консилер, это нефлеймовский продукт тени. Ими я тоже пользуюсь. Несмотря на то, что сказала, что они недостаточно, ну, слишком светлые для моей кожи. Но, тем не менее, в общем, какие-то макияжи я делаю. Стараюсь использовать все цвета этой палитры. Мне очень нравятся они, ими пользоваться. Они комфортные, такие мягкие. На руках наношу пальцами, поскольку мне жалко их оставлять на аппликаторах и на кисточке. Ну, руками они лучше всего наносятся, как мне кажется. Теперь, приобрела совершенно недавно. Так, на день рождения Литуаль давала скидку дополнительную. И у меня был еще купон. И, в общем, я зашла в Литуаль и в поисках, чтобы купить. Шариков моей мечты, метеоритов от Гирлен, там не было. И я, ну, чтобы не выходить с пустыми руками и реализовать купон и скидку, купила Липфинити от Макс Фактор. В общем, это вариант помада и блеск. Ну, то есть, кто знаком с продукцией Липфинити, тот знает, что это устойчивая помада, которая держится весь день, которые покрывают сверху блеском. Есть два варианта Липфинити. Один в коробочке с бальзамом, то есть отдельной помадой. Такой же вот, жидкой, с аппликатором. Вот такой бежевый тон я взяла. Так, это тон 0,06 или 900. Так, и... Вот здесь написано, что здесь шаг 1, а здесь шаг 2. Блеск очень шиммерный, желатисто-розовый тон. И, в общем, я его купила как проверенный продукт. Я им пользовалась лет 10 назад. И он удобен тем, что... Я его, в общем, купила для тех случаев, когда нужно нанести помаду, и у тебя нет возможности где-то ходить подкрашивать. Тем более, что у меня нет привычки смотреться в зеркало и подправлять макияж. Поэтому мне нужна устойчивая косметика. И вот это очень подходящий вариант. И, в общем, в линейке Липфинити цвета все натуральные такие. Вы не найдете там каких-нибудь ультра, ну, всяких сиреневых, черных тонов. Они все такие натуральные, именно рассчитаны на женщин. И на те случаи, когда нужно выглядеть естественно. Когда нужно выглядеть не накрашенной. Но, тем не менее, чтобы губы были выразительными. Вот для таких случаев подходит эта помада. И там она все вот нюдовые такие. И нюдовые, ну, конечно, все относительно. Для кого-то там этот цвет может показаться очень коричневым. Но в моем случае это абсолютно нюд. Пользуюсь. Очень рада. С ними мои губы выглядят действительно выразительными. И вот, несмотря на то, что вот покрытие шиммерное, оно делает губы еще более выразительными. Держится эта помада весь день. Действительно. На следующий не оставлю. Принесенный в качестве сводча на руку, он держится два дня. А здесь, видимо, он все-таки на губах, он все-таки съедается. Несмотря на то, что руки я мою. Да. С нормальной чистотой. Так. Это была помада Lecce. Еще один продукт, который тоже можно назвать продуктом месяца. Это мои любимые шарики метеорита от Guerlain. из лимитированного выпуска. Райские метеориты. Так переводится это название, я думаю. И выглядят они вот так. Вот такие замечательные огромные шарики. Такая пуховочка. И, в общем, я стараюсь ими пользоваться. Потому что их очень много, и надо их постараться за свою жизнь закончить. Ну, в общем, действительно, когда я наношу на лицо метеорита от Guerlain, эту пудру, эту вуарь, мой ранг повышается. Так, ну, пожалуй, на этом все. Если что-то еще важное вспомню, добавлю. Если нет, то увидите в продуктах следующего месяца. Я с вами прощаюсь. Желаю всем красоты, здоровья, счастья, удачи, успехов, всех делов. Пока-пока. Пошли. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»